Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала, где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусных шампиньонов. Этот рецепт я узнал недавно и очень жаль, что я не узнал его ранее. Шампиньоны очень вкусные получаются, ароматные. Теперь я готовлю по этому рецепту их постоянно. Ну и конечно же, мне хочется поделиться этим рецептом с вами. Желаю вам приятного просмотра. Беру головку репчатого лука, маленькую головку, весит она 50 грамм. Нарезать ее нужно мелким кубиком. Ставлю на плиту сковороду и разогреваю ее с добавлением 50 грамм сливочного масла. Когда масло растопилось, добавляю столовую ложку оливкового масла. И отправляю сюда нарезанный рецептчатый лук. Обжариваю его 4 минуты на среднем огне. Через 4 минуты добавляю 500 грамм шампиньонов, которые я заранее уже помыл, но оставил их целыми. Они у меня мелкого размера. Вы тоже будете, когда покупать шампиньоны, выбирайте, чтобы были они все мелкие. И теперь обжариваю их до золотистого цвета, буквально минут 5 где-то. Опять же на среднем огне. Пока обжариваются грибы, я беру 50 грамм свежей кинзы и мелко ее нарезаю. Перекладываю кинзу пока на тарелку. Если вы не любите кинзу, можете взять петрушку. Также я беру 4 зубчика чеснока. Я их взвесил. Вес у них общий 18 грамм. И теперь натираю их на мелкой терке. Вы можете воспользоваться чеснокодавкой, если она у вас имеется. Натертый чеснок пока оставляю и жду пока приготовятся грибы. Когда шампиньоны обжарились, я добавляю к ним пол чайной ложки соли. 3 чайной ложки черного молотого перца. Измельченный чеснок. Нарезанную кинзу. И все перемешиваю. Перемешиваю так, чтобы чеснок распределился равномерно по всей сковороде с грибами. И как только чеснок уже весь распределился, вы уже чувствуете аромат чеснока и кинзы. И можно выключать. Можете сильнее подрумянить грибы, если вам так хочется. Но я оставлю их такими. И все, в принципе, грибы готовы. Можно их выкладывать на тарелку и подавать как самостоятельное блюдо или как-то уже на ваше усмотрение. Обязательно попробуйте эти очень вкусные шампиньоны. Я когда узнал рецепт, теперь готовлю так, как постоянно. И жалею, конечно, что не узнал этот рецепт ранее. Такое простое, главное, очень вкусные грибы получаются. И ароматные. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте под видео нажимать палец вверх, кому понравилось оно. Подписывайтесь, кто еще не подписан. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok